Приветствуем вас, друзья, на портале обучения и саморазвития. Хотим сегодня рассказать простыми словами, наверное, все, что необходимо знать на данный момент о коронавирусе и даже немножечко больше. Ну и заодно проинформировать вас и поговорить о том, чего стоит опасаться и как максимально качественно предостеречь себя и своих близких от так называемого коронавируса, который, как сегодня мы слышим изо всех СМИ, быстро распространяется по всему миру, унося с собой немало жизней и даже закрывая целые огромные многомиллионные города, а заодно также прерывая авиасообщения практически всей планеты. Уже сегодня, по факту нанося немалый вред всей мировой экономике, а в потенциале, как вы понимаете, из-за невиданно быстрой до этого скорости распространения, а также отсутствия от него каких-либо действенных лекарств и прививок, он вообще может стать причиной карантина и даже настоящей биологической катастрофы мирового масштаба. Которая, опять же, в теории даже может поставить под угрозу вообще существование всего человеческого вида на этой земле как такового. Ну ладно, не будем поднимать панику и нагнетать и так раскаленную обстановку вокруг этой темы. Лучше давайте обсудим все по порядку, ведь возможно, что и не так страшен, как говорится, черт, а вернее вирус, которым нас сегодня пугают средства массовой информации. Хотя, кто его знает, ну вы понимаете. И это, кстати, в этот раз не шутка. Действительно, в мире на сегодняшний день появилось огромное количество противоречивых сведений и теорий заговоров насчет того, что это вообще за вирус и кому он может быть выгоден. Конечно же, пока еще нельзя отбрасывать версии о его искусственном создании в неких лабораториях. Возможно, на территории самого же Китая. Но мы к этому еще вернемся чуть позже. Ну и, конечно, даже как оружие, направленного против того же Китая от других государств. Например, как вариант диверсии той же всеми любимой обители зла Соединенных Штатов Америки. Ну а почему, как говорится, и нет, если учитывать, что Китай на сегодняшний день практически самое сильное в военном плане государство, которое достаточно сильно мешает в последнее время Америке, причем как в экономическом, так и политическом плане. Уверен, вы знаете, что весь предыдущий 2019 год Америка постоянно судилась с Китаем из-за компании Huawei, распространения связи 5G и по многим другим поводам, через день обвиняя Китай в шпионаже и многих других недоказанных ни о чем грехах. Причем, скорее всего, просто с банальной целью ввести официально хоть какие-то санкции, чтобы хоть как-то замедлить финансовое развитие Китая, который такими темпами совсем скоро догонит, а затем и обгонит всю экономику США, которой, естественно, они так гордятся и так просто явно не сдадут своих позиций и претензий на титул самого богатого и влиятельного государства в мире. Более того, если бы все было так просто, да тут еще и заодно конфликт Америки с Ираном, который также последнее время набирает как военные, так и финансовые обороты. Причем конфликт явный и уже чуть ли не с официально объявленным физическим противостоянием, которое уже на сегодняшний день нам грозит чуть ли не настоящей третьей мировой войной, которую еще и поддерживает немалая часть населения Ближнего Востока. Так что в мире для США последнее время становится жарко, и это уже не говоря о том, что как раз вторым после Ирана не против был бы повоевать и Китай. Ну а если эти две страны объединятся, да еще и привлекут себе в союзники Россию, то тут уже со всем штатам будет не до смеха. Так что если они придумали и запустили этот вирус в этот раз, то даже наоборот было бы странно, как все их хваленные военные аналитики до сих пор до этого не додумались и ничего интересного не предприняли, чтобы хоть немного снизить мировое напряжение и накал страстей в их сторону. Ну а заодно хоть немного поссорить эти три государства, уже не говоря о том, чтобы численно уменьшить население Китая, выросшего уже просто до невиданных масштабов. Когда войну Китай мог бы выиграть, даже просто сдавшись американцам в плен. Действительно, вы никогда не задумывались, куда банально можно было бы девать столько военнопленных? Правильно, никуда. Так вот, несколько фактов. На самом деле, конечно же, в Соединенных Штатах более чем предостаточно лабораторий, в которых уже десятки лет разрабатываются различные вирусы и вакцины к ним. Более того, в 2017 году был запатентован очень похожий вирус, называемый SDS. Номер патента US 722 08 52 B1. А примерно полгода назад фонд Билла Гейтса и его жены также подавал на патент для вакцины от коронавируса у птиц. Что-то слишком много совпадений и тут. А самое интересное, что данный коронавирус неожиданно появился в Китае именно тогда, когда Америка фактически стала проигрывать эту уже упомянутую торговую и экономическую войну, с Китаем продолжавшуюся практически весь 2019 год. Когда штаты уже не знали, к чему бы еще придраться, чтобы запретить деятельность как можно большего числа компаний на своей территории. Ну и появился этот вирус, естественно, не где-нибудь на сельских окраинах, а сразу в одном из крупнейших финансовых и торговых центров Китая, городе Ухань, в котором располагается огромное количество международных магазинов, заводов и компаний. А главное, которое является одним из важнейших транспортных центров по перевозке товаров по всему миру. Но сейчас, конечно же, город уже практически полностью перекрыт и изолирован от внешнего мира на выезд и въезд. Так что проблема у американского президента с этой торговой войной теперь явно поубавится. Кроме того, также достаточно давно ходят слухи, что возможно действительно данный вирус создали искусственно, с целью хоть как-то убрать акцент внимания с той же возможной Третьей мировой войны американцев с Ираном, которая, как уже говорили, фактически почти объявлена и о которой совсем недавно писали все СМИ. Ну, примерно, как сейчас о коронавирусе. В общем, учитывая, что Третья мировая война действительно в данный момент вполне себе возможно и даже вполне вероятно, а это напоминаю та война, в ходе которой, по заверениям еще Эйнштейна, человечество почти наверняка погрузится в ядерную зиму, химические дожди, наводнения и прочие прелести. Так что создание чего-то наподобие коронавируса даже с целью, в принципе, было бы вполне оправдано и логично. Тем более, что подобным приемом отвлечения внимания от важных и острых событий многие государства особенно включая Штаты, уже давно и успешно пользуются. Да и может оно даже и хорошо, так как лично нам бы не очень хотелось, чтобы мир погружался снова в хаос мировой войны со всевозможными последствиями. Так что, каким бы не был коронавирус искусственного или естественного происхождения, он явно сейчас положительно влияет на все эти, возможно, пренеприятные события в мире и следует поблагодарить вселенную, что выбрала хоть и не очень приятную, но, скорее всего, пока что самую меньшую неприятность из возможных в данной ситуации. Ну а вот кто конкретно в данный момент действует от имени вселенной, господин случай или все же одно из государств пока остается неизвестным, и если честно, то мы вряд ли об этом с вами узнаем достоверно в ближайшее время. Хотя, если честно, есть немало слухов и версий, что даже само правительство Китая так или иначе могло участвовать в создании этого вируса. И хоть это кажется еще менее вероятным, чем все предыдущие версии, но на самом деле и у китайского правительства тоже еще то, как говорится, рыльце в пушку. Например, 17 лет назад практически в то же время эти же самые китайские власти около четырех месяцев вскрывали не только от международной общественности и СМИ, но и даже от собственного населения. Факт распространения еще одного подобного, кстати, тоже еще одного типа коронавируса, называемого CAPC. На русском это более правильно звучит как TORS или в народе более известного как атипичная пневмония. Да, тогда этот вирус унес также очень много жизни. Умерло тогда по официальным данным как минимум 623 человека в 33 странах мира. И, кстати, примерно через год этот вирус пропал сам с собой, как будто его и не существовало. Что, кстати, очень довольно странно. Но в любом случае в этот раз похоже все куда более серьезно. По официальным данным 31 декабря 2019 года Китай сообщил во Всемирную организацию здравоохранения о новом неизвестно ранее вирусе и первых им заболевших. Далее 7 января 2020 года получилось выявить, что это новый коронавирус, похожий на тот же CAPC. И уже 10 числа 2020 года опубликовать полную расшифровку его генома и даже придумать тест, которым можно определить наличие именно этого вируса у человека. Более того, получилось по официальной версии даже найти первопричину возникновения этого заболевания и даже конкретное место, где оно проявилось и возникло первый раз. Этим местом оказался рынок города Ухань. Итак, по официальной и самой вероятной на сегодняшний день версии, первое заражение данным типом коронавируса, который теперь называется по-научному 2019 НСОВ, произошло на одном из рынков многомиллионного по количеству населения практически не уступающего в Москве города Ухань, где, естественно, местные китайские жители по старой доброй традиции употребляют в пищу чуть ли не всех возможных диких животных. От крыс и тараканов до более диковинных для нас ядовитых змей и даже настоящих летучих мышей. Собственно, именно как раз два последних вида животных и является наиболее вероятными виновниками данной эпидемии. Ну а более вероятным, как говорят китайские ученые и эпидемиологи, как раз и являются летучие мыши. Естественно, ученые сравнивали этот коронавирус с теми, что встречается у животных и самым близким по геному оказался именно вирус, которым иногда болеют летучие мыши. Данные вирусы отличаются друг от друга совсем немного, и, возможно, это был тот редкий случай, когда вирус каким-то образом мутировал и смог передаться от животного человека. А такое уже бывало ранее. Собственно, поэтому существуют такие названия, как птичий или свиной гриб, которые, кстати, тоже, как вы уже, надеюсь, понимаете, относятся к коронавирусам уже других типов и также в свое время уносили достаточно немало жизней. В общем, в итоге ученые предположили, что, скорее всего, этот вирус в этот раз передался людям от летучих мышей, хотя, опять же, даже они сказали, что это не точно, так как на этом рынке чего только не ели. Даже ученые наверняка не знали названий всей этой живности, поэтому решили, что надо делать дополнительные исследования, после чего власти Уханя и администрация рынка, конечно же, по своему разумению, закрыли данный рынок на карантин и полностью его продезинфицировали, соответственно, оставив ученым только их догадки, которые уже никогда не получится ни доказать, ни опровергнуть. Так что теперь непонятно, кто виноват – коварные животные, которые заразили бедных людей или даже сами люди, которые едят всякую живность без разбора, и природа им постепенно начинает мстить за подобные извращенные кулинарные эксперименты. Или же все это теории были просто выдуманы для отвода глаз? Но опять же, это заражение от животных, например, змей, десятков видов рыбы и морепродуктов, а главное – летучих мышей, довольно вероятно, тем более, что данный рынок славился местом, где можно было отведать по заверениям местных постоянных клиентов чуть ли не лучший суп из летучих мышей в Ухане. Естественно, по лучшим традициям каждому посетителю выдавали свою личную летучую мышь в дополнение к супу, чтобы можно было пообгладывать ее сахарные косточки. И, кстати, теперь мы можем развенчать один из устоявшихся мифов и даже рекомендаций Минздрава о том, что не стоит в данный момент посещать мест, где находятся животные и вообще хоть как-то контактировать с ними, так как вероятность заразиться еще одним каким-то внезапно мутировавшим коронавирусом максимально мала, раз уж даже в Китае это происходит примерно раз в 17 лет. По этому поводу вы можете не беспокоиться и не выгонять свою любимую кошку из дома при первом же ее чихании. Для такого заражения скорее всего придется съесть не одну тонну мышиного супа и не одну сотню ядовитых змей. Более того, в самом Китае на данный момент февраля 2020 года продают на любых других подобных рынках и даже в обычных супермаркетах такое количество видов рыбы и различной морской живности, которое вы вряд ли и даже при всем своем желании встретите в местном зоопарке или террариуме своего города. Опять же, если вы вдруг под страхом заражения коронавирусом решите кушать больше полезной зелени, фруктов и овощей, то это однозначно будет вам и вашему иммунитету только в плюс. И наш портал обучения и саморазвития вам только это может посоветовать и порекомендовать. Тем более, что, как уверяют медики и ученые, на данный момент от данного коронавируса не существует никакого лекарства, ни даже предупредительной вакцины. Так что, в принципе, это и есть единственное, что нам остается, так скажем, улучшать свой общий иммунитет всего организма и стараться меньше болеть всем вирусам на зло. Ну и кстати, без всяких шуток, именно это и есть на сегодняшний день самая правильная и разумная рекомендация по избеганию заражения коронавирусом. И к ней мы вам очень настоятельно советуем прислушаться. Ну и конечно, вместе с регулярным занятием спортом, прогулками на свежем воздухе и тому подобным. Естественно, при этом все-таки избегая на всякий случай находиться в местах скопления людей, недавно прибывшие из любой из провинций Китая. Так как именно это и есть самый опасный фактор заражения на сегодняшний день. И в принципе, пока что именно таким образом данный вирус и распространяется по миру. Собственно, именно поэтому большинство авиасообщений из Китая с другими странами перекрыты. Хотя, кстати, те же посылки с Алиэкспресс и других китайских интернет-магазинов вы вполне можете забирать на почте без всяких опасений, так как срок жизни коронавирусов без переносчиков, как говорят ученые, не превышает 48 часов. Поэтому пока посылка запакованной доедет до вас из Китая, в ней останется уже только чистый китайский воздух. То же самое касается китайских бананов и многих других продуктов, которые люди начинают опасаться покупать в магазинах. Так вот, все это мифы, которые к заражению коронавирусом никак не относятся. В общем, неизвестно, что точно послужило отправной точкой этой новой эпидемии на данный момент уже мирового масштаба. Так как уже практически все крупные страны мира, так или иначе, имеют хотя бы одного зараженного человека на своей территории. И вирус пока что каждый день довольно агрессивно продолжает свою экспансию и достаточно быстро распространяется по всему миру. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. На данный момент, кстати, технологический прогресс дошел до той степени, что в интернете существует даже целая онлайн карта, которая постоянно обновляется последними официальными результатами по количеству заболевших, выздоровевших и, конечно же, самое печальное, умерших от данной болезни. В целом, по миру, общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло уже 30 тысяч человек. В настоящее время число погибших в Китае превышает 550 человек, хотя еще несколько дней назад их было всего 400. Ну и, конечно, большое количество фактов заражения коронавирусом были выявлены за пределами Китая. В том числе даже в Европе. Например, 6 во Франции и 12 подтвержденных случаев в Германии. Также 1 февраля был зафиксирован и первый смертельный случай за пределами Китая. 44-летний мужчина скончался на Филиппинах. На территории же РФ пока что всего 2 таких заболевших. Если верить данной карте, а в Украине и вовсе пока ни одного. Но опять же, это если верить официальным сведениям. А сколько в СНГ людей, которые не обращаются в медицинские учреждения при обычных симптомах гриппа? Это уже не говоря о том, сколько существует у нас специализированных клиник и подготовленных квалифицированных врачей и ученых, которые смогли бы быстро выявить подобную инфекцию. Ну, вы сами понимаете. Кроме того, пугает еще такая статистика, что если посчитать банально на калькуляторе количество выздоровевших и умерших на данный момент от этого вируса, то становится немного не по себе. И если поделить друг на друга два этих числа, то выходит, что сейчас летальные исходы по статистике наступают практически в 50% случаев. А это очень удручающая статистика. Получается, что умирает почти каждый второй из заразившихся. А это даже как-то многовато для обычного естественного штамма вируса. Естественно, это не научный подсчет. И в итоге выздоровевших будет совсем скоро намного больше. Но, как говорится, все-таки в данный момент это факт. В общем, на самом деле очень трудно сказать, что сейчас на самом деле происходит конкретно именно в Китае с этим вирусом. Скрывают ли власти настоящие цифры зараженных и умерших? И даже имеют ли они какое-то отношение к его созданию? Первый интересный факт, что власти Китая вполне возможно уже достаточно долго умалчивали перед мировой общественностью о том, что распространяется этот вирус. Есть мнение, что он был замечен еще в начале декабря 2019 года. Например, интересно то, что акции известной китайской платформы для онлайн-обучения рванули вверх в конце ноября. График для них для этого периода аномальный. То же самое произошло с онлайн-развлечениями. Акции подобных организаций исправно все это время, когда о коронавирусе еще якобы даже не было известно, стремились вверх еще до декабря, как будто кто-то был в курсе, что должно что-то произойти, и решил на этом заработать. Но поехали дальше. Дальше существует также всем известная Уханьская лаборатория. А на деле целый исследовательский центр, где уже очень давно проводят исследования и даже создание новых вирусов. Это действительно очень большой институт, и очень профессиональные микробиологи, но а что они изучают или даже там создают, остается только догадываться. Естественно, при этом и прямых доказательств, что данный коронавирус пошел не от диких животных, как говорят нам в СМИ, а на самом деле из лабораторий ни у кого нет. Ну и конечно, боюсь, это уже в ближайшее время вряд ли узнаем. Для чего китайские власти в теории могли задумать подобное? Ответ, конечно же, не очевиден, но на самом деле и он есть. Дело в том, что данный коронавирус, в отличие от многих других, затрагивает почему-то практически только взрослую и даже, можно сказать, в основном пожилую часть населения. И одновременно с этим есть такой интересный факт, что как обычная семья в Китае не может сейчас заводить больше одного ребенка, то трудоспособность населения последнего времени резко упала, а количество пенсионеров значительно выросло. То есть становится все меньше людей, которым могут работать на заводах и фабриках, платить налоги, и все больше стариков, которым нужно платить пенсии. А таким образом, естественно, самую сильную и быструю растущую экономику в мире не построить. При этом вирусы, как мы все знаем, это по сути не только болезнь, но и вполне себе неплохое биологическое оружие. Так что в теории можно было бы запрограммировать подобный вирус и на уменьшение, так сказать, количества нетрудоспособного населения. Например, вирус той же испанки ранее уносил жизни в основном молодых людей, а тут все умершие в основном люди пожилого возраста, и говорят, что пока всего один ребенок. Что же, согласитесь, немного странно и наталкивает на определенные размышления. Хотя есть, конечно, и вариант, что банально какие-то эксперименты, проводимые в той же лаборатории данного города, вышли из-под контроля, и один из вирусов, так сказать, вырвался на свободу, как злой джинн из пробирки. Полностью и этот вариант нельзя исключать. Умалчивают ли власти Китая о реальных масштабах болезни коронавируса? Хотя, если честно, есть уже столько теорий, что их даже и не перечислить. Даже банальное количество зараженных людей в Китае очень многими подвергается большому сомнению. Некоторые данные говорят о том, что это просто раздутая паника, чтобы поселить страх в людях. А некоторые говорят, что стоит бить тревогу и быть предельно осторожным, готовясь к настоящей суперэпидемии. С одной стороны, действительно, менее чем 600 человек, умерших во всем мире от этого недуга за месяц. А вот смертность от обычного ОРВИ примерно 650 тысяч человек в год. А учитывая, что пятая часть населения мира, или около 1,4 миллиарда, это китайцы, то путем нехитрых школьных вычислений получается 1780 человек умирает в день от гриппа и его осложнений по всей планете. Получается, пятая часть от 1780 составляет примерно 350 человек в день умирающих. По статистике от гриппа в Китае в среднем и в любое время года. Вы раньше знали о таких цифрах? Выходит, что так же много раздута новостями и у людей в голове. Пока они не получают определенную информацию, поданную им правильным образом, то все спокойно. А как только сказали, что за неделю смертность составила 80 человек от громкого названного коронавируса, сразу началась паника, причем во всем мире. И это при том, что от обычного гриппа там же умирает почти в 5 раз больше человек в день и в 30 раз больше каждую неделю. Но об этом мы уже говорили, что, возможно, вся эта затея с коронавирусом – это всего лишь повод раздутой СМИ, чтобы отвлечь наше внимание от чего-то другого интересного, происходящего в данный момент в мире. Хотя есть и догадки, что официальные власти Китая, раскрывая эти озвученные только что данные, на самом деле скрывают реальные цифры по количеству заболевших, уменьшая их чуть ли не на многие порядки. Например, буквально неделю назад в интернет просочилось видео обращения медсестры из города Ухань, и то, что она говорит, просто шокирует. Если верить этой женщине и посмотреть, как быстро в Ухане и строят изоляционную больницу, то можно поверить, что больных минимум 90 тысяч. И то это было бы еще неделю назад, а не 17 тысяч, как утверждали в СМИ на начало февраля 2020 года. Кроме того, она рассказала, что уже давно катастрофически не хватает даже банальных масок. А врачи проводят на работе по двое-трое суток без сна, стараясь хоть как-то помочь всем нуждающимся. Также были новости в социальных сетях, что мужчина в Китае совершил самоубийство, чтобы не идти домой, так как больницы переполнены и ему отказали в госпитализации. А он не хотел идти домой, чтобы не заразить всю свою семью. Ведь, как вы понимаете, от этого вируса пока что люди умирают практически с 50% исходом. Но это, конечно же, не 100% точная информация, так как возможны и определены информационные так называемые вбросы от тех, кому это выгодно. Хотя говорят, что время от времени в сеть попадают и другие фотографии и отрывки видео, где показывают совсем не то, о чем сообщают местные власти в Китае. Но, естественно, все подобные источники быстро блокируются. Также Facebook и Instagram говорят сейчас сразу автоматически блокируют или как минимум тщательно перепроверяют любые неофициальные новости о коронавирусе. Естественно, блокируя любые, опять же, по их личному мнению, недостоверные. Так что, как говорится, увы, но мы правды, к сожалению, не узнаем даже тут. Обращение, которое упоминаем, есть на данный момент в YouTube. Вы можете его посмотреть, но, опять же, и оно может оказаться постановкой или, как сейчас говорят, фейком. Так что, стопроцентной правды по этому поводу вы вряд ли услышите из каких-либо СМИ. Ну а пока, как говорится, мы имеем, что имеем. Ученые практически всего мира вроде бы разрабатывают вакцину, но на это, говорят, уйдет как минимум полгода. Особенно для того, чтобы были учтены все нормы и вакцины могли производить в размерах миллионов доз. Также говорят, что люди в городе Ухань устраивают флешмоб каждый день в 8 вечера и кричат с окон своих квартир «Ухань, держись!». А власти КНР на борьбу с эпидемией уже выделили около 7 миллиардов долларов. При этом есть и не меньшее неудобство. Крупнейшие интернет-площадки все чаще не могут доставить свои посылки. Акции на нефть падают, так как Китай один из лидеров по потреблению. Да и в Ухане расположены более 300 из 500 ведущих мировых компаний, таких как Microsoft и многие-многие другие, что также сказывается на мировой экономике далеко не лучшим образом. Также по всему Китаю временно закрываются магазины Apple и Xiaomi. И из всех самых популярных информагентств, новости о коронавирусе вытесняют другие новости о погибших от него же в Китае. Вирус, как говорят, действительно охватил уже практически весь Китай. Вот такие интересные и, надеюсь, полезные новости об этой проблеме мы подготовили для вас сегодня. Конечно, осталось еще очень много недосказанного, но мы и так сильно затянули повествование. Пока главное не забывайте поддерживать свой иммунитет. Этому способствуют качественные продукты, фрукты, зелени, овощи, причем желательно без термической обработки. Хотя при этом, естественно, мыть их, как и свои руки перед едой, нужно тоже качественно и тщательно. Чаще занимайтесь спортом, старайтесь употреблять как можно меньше животных белков и синтетических продуктов непонятного происхождения. Не питаться вне дома, если вы сомневаетесь в качестве продуктов. Меньше пребывайте в местах большого скопления людей. Естественно, стоит воздержаться от поездок в Китай, в любую из его провинций. Ну и при явных симптомах и общей слабости организма все-таки, возможно, стоит сходить к врачу, а не ждать критической ситуации. Но пока что в данный момент, к счастью, обычным людям, проживающих на территории постсоветского пространства, практически ничего не угрожает. Так что ведите здоровый образ жизни, поддерживайте иммунитет. И увидимся с вами в следующем месяце марте в обзоре главных новостей, касающихся коронавируса. Ну, в смысле, я надеюсь, что увидимся. Добра вам и счастья. Берегите себя. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok